Девушки отдыхают Но существо, обладающее силой Килтузада, можно воскресить лишь в точке сосредоточения магической энергии. В этих землях таких мест нет. Ладно, я понял. В путь! Рыцаря смерти Артаса к победе в его служении. Итак, вторая глава. Прах к праху. Не наша сейчас задача. Прах калтузада, убейте паладина, приведите Артас от могилы. Калтузада и Артас должен выжить. Окей. Дали нам трубовозки, которые у нас как осадное оружие. О твоих страданиях сложат легенды. Какое-то все просто. Защитники мира. Такие себе защитники. Артас, прекрати это безумие, пока еще не поздно. С дороги, брат. Я пришел за кучей старых костей и не хочу, чтобы мне мешали. Брат, вы далекий. Ну что еще? Вы не спешите, вы пока кушайте. Говори! А катапульты пока постреляют. Так что, вам не хватает трупов, да? Ну ничего. Сейчас будут еще трупы. Будь осторожен. Ледяная скорбь жаждет крови. Сейчас бывший брат. Время придется подлечить вот так. Не хочется особо терять ребят, спортсменов. Как-то лучше. Ну, кстати, урдалаки что-то не вообще какие-то. Слабовастенькие эти. Пехотинцы и альянсы нормально так пробежают. Минус один, ну ничего страшного. Зато сейчас можно будет подпитаться нормально. Правда не всем. У-у-у-у. У-у-у-у. Ну что еще? Ух ты. Поверить не могу, что когда-то мы называли тебя братом. А я ведь знал, что избалованному принцу не место в наших рядах. Ты осквернил само имя ордена Серебряных. Ну все-все, хватит оскорблять. Никто не смеет мне приказывать. Все, катапульты, возвращайтесь. Все, огонь. Мы сейчас еще Артасу. Наконец-то. Ну, свиток исцеляли. Ну вы уже слишком близко подъехали, ребята. Чего же стреляете просто. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Почему? А, эти полные. Хотел сказать, что они не живут. Они же уже целые. Внутри повозку немножко подбили меня. А, наконец-то. Ты узнаешь, что такое боль. У меня тоже один брат и сыграл в ящик. Пока вы тут долбите казармы. Ну что еще? Артас займется мародерством. Посмотрим, что тут у нас есть. Во всяких палатках, ящиках. Ничего не могу. Ладно, не буду тратить время. Я думаю, там ничего нету толкового. Следуй за мной, некромант. Силы, которым ты когда-то служил, вновь призывают тебя. Я же говорил, что моя смерть ничего не изменит. Что за... Кто это? Это я, Келтузад. Я не ошибся в тебе, принц Артас. Тебя только за смертью посылать, принц. Останки почти разложились. Мы не довезем их до Кельталаса. До Кельталаса? Да. Только сила солнечного колодца Высших Альпов может вернуть Келтузада к жизни. Что я должен сделать? У паладинов есть особая урна. В ней мы можем довести останки некроманта до места назначения. Добудь ее. Как пожелаешь. Начальник пришел. Наругал нас. Где прольется моя кровь? Так. Основная задача заберите урну, бейте паладинов. Совершится. Начальник. Твоя воля исполнится. Пока рудник не проклят. Послушники не смогут добывать из него золота. Это ясный. Вот тут повозок у нас добавилось было три, стало пять. Варделлаков больше стало. Землю вокруг зданий нежити поражает чума. Новое здание можно призывать только на зачумленной земле. Все, кроме некрополя. Что нам рассказывать как дебилам, как будто мы не знаем. Долго. Чего желает мой повелитель? Могу больше ничего ставить, пока земля не будет отравлена. Дружочек сбегай пока вот туда. Надо глянуть, что там происходит. Подожди, тут тоже есть проход. Нет, нету, хорошо. Призыв завершен. Хотелось бы знать, чего ожидать. Каменный голем, который хочет убить меня. Нежить регенерирует быстрее. Так, все. Все, короче. Арбайтом завершен. А вы давайте моя кровь. Надбище призывать. По-моему, кладбище мне надо склеп. Да, повелитель. Помимо склепа нам нужно утрите мы на всякий случай. Кладбище обеспечивает армию нежити свежими трупами. И зекурат. Нужно построить зекурат. Нужно построить зекурат. Нельзя не сотворить с радостью. Ну, пока так. Третья зекурат уже построим попозже. А вы, ребята, вперед, рубите металл, дерево и все остальное. Ну, что еще? Ну, да. Лимит у меня исчерпан полностью. И, кстати, вурделаки носят по 20 дерева, в отличие от... Отличие от кого? Хотел сумничать по-быстрому, наверное, в отличие от крестьян, но они будут ждать, не помню. Они вроде по 10 носят, да, по 10. Без улучшения, имею в виду. Призыв завершён. Призыв завершён. Хорошо. Склеп. Призыв завершён. И кладбище. Вурдалаки добываясь три вечера, но для армии нежити. Так. И зекурат. Твоя воля исполнится. Ты ходи здесь просто, да. Склоняюсь перед твоей волей. Так, исследование здесь у нас есть. Вурдалак мы пока не можем, потому что декоратор не хватает. улучшить на чертогов мёртвых, чтобы получить доступ к новым зданиям и типам войск. А у нас там осталась бойница вроде, как она называется. Бойница. Призвать бой идёт. Кладбище. Кладбище. Кладбище на свече стоги мёртвых надо. Ну, пока нам не хватает немножко. Хотя уже, уже хватает. Улучшение завершено. Осталось по 1-3. Ну, я думаю мы их быстро разберём. Сейчас надо просто помела зотопульт еще хотя бы бурдалаков наделать. Исследование завершено. О, резист завершено. Основная задача выполнена, обустройте базу. Обустройте. Так. Это всё хорошо, но мне нужно ещё секурата. Чего желает мой повелитель? Я бы хотел быть немножко защищённым, скажем так. Нужно больше золота. Здесь, например, свершится предначертанное. Всё, не смею вас задерживать, гражданин послушник. Можете возвращаться обратно к рабскому труду на шахту. Улучшение завершено. Но. Никто не смеет мне приказать. Не зря мы с этой стороны начали закуро отставить. Уноси всё на быструю смерть. Прям как знал. Подлые любишки. Услужить. Ну, блин, как же долго улучшаются эти счетоги мёртвых. Это ужас какой-то. Призыв завершён. Чего желает мой повелитель? Призыв завершён. Жизнь занесута. Теперь, наверное, будет немножко полегче. Возвращайся обратно. Так, 60. Всё, у нас уже есть немножко. Сейчас мы вордулаков. И намного не разгонимся, потому что золото него. Я хотел, знаете, что сделать? Я хотел взять вот этих всех ребят и мотнуться нахлопушить того голема. Потому что он что-то сильно в себя поверил. Когда за мной гнался. Ледяная скорость жаждет клоя. Ну уж сильно он такой был борзый. Это так. Кринь каменная. А вот он. Наконец-то. Улучшение завершено. Шестой уровень. Ледяная скорость. Ничего не выпало. Наконец-то. Еще твои друзья. И я-то думаю. Ой-ой-ой. Нормально так. Наконец-то. Наконец-то. Не надейся на быстрое. Видишь, тут было два голема, у которых ничего не было. Не поверю. Ледяная скорбь жаждет крови. Привет. На помощь. Нежить вернулась. Наконец-то. Я никуда и не уходил. Наконец-то. На помощь. Нежить вернулась. Артас, ну это не серьезно, ты его не убил. Так, здесь, короче, мост они поручили. Ледяная скорбь жаждет крови. Нифига. В этих. Ледяная скорбь жаждет крови. Что же нихуга? В питании понял прикола по поводу голема. Два голема я их убила, а с них ничего не выпало вообще. Как-то не интересно. Ладно, пойдем пока туда. Вот так вот. Так, там мы улучшили бойню. Давай. Мне нужны свежие души. Тихондрий. Говори. Ну так разве можно делать тихондрий? Я устал ждать. И чё? Твои проблемы? Иди, напади. А мы с вами какой умный. Хочешь, командиры? Достали. Покушай. Покушай, сынок. Ты проголодался. Так, ну на кладбище был с этой стороны, то есть к этим воротам можно не идти, не имеет смысла. Сейчас бойня закончится. Строительство. Призыв, точнее, если быть тут. Эти сумасшедшие вурдалаки, они почти весь лес вырубили. Это ужас. Кого мы можем в бойне делать? Призыв завершён. Местной фаргон. Бля, а чё я ожидал, я даже не знаю. Нарубов, что ли? Никто не смеет мне прийти. С чего я взял, что они тут будут? Это ж начальная вторая миссия. Наши все в данной ситуации это вурдалаки и местные фургоны. Они там повозки. Чё это повозки? Я назвал, не знаю. Как-то я вернусь. Так, ну всё улучшено. В принципе, пасушники нам больше не нужны. Вурдалаки у нас собраны вперёд. Наконец-то. Наконец-то. Наконец-то мы сейчас будем бить им лита. Наконец-то. Вон паладин, защитник. Баладор Пресветлый. Ты не достоин имени своего отца. Не знаю, почему Утер поручился за тебя. Ты втоптал грязь его доброе имя. И заслуживаешь ужасной смерти. Ледяная скорбь, шажди. Ты должен отводить катапульты, потому что это какой-то ужасы какие-то. Они сразу начали их контролить. Как-то лучше. Будь осторожным. Будь осторожным. Ну что, мешавайте, ребята. Это и ты ешь. Никто не смеет мне приказывать. Так, надо еще два вурдалака. Даже три. Да, уже какие-то крестьяне ничем не подозревающие. А тут вурдалаки лупят. Так, но половина осталась два. Вообще, на всякий случай, наверное, катапульты возьму вот так во вторую эту. Да, конечно, скорость. Скорость урок леса просто радует. А, наконец-то. Трусливое создание. О твоих страданиях сложат легенды. Никто не смеет мне приказывать. Будь осторожным. Будь осторожным. Уже как миссика нету. Ладно, придется вас так ссилять. Ледяная скорбь жаждет крови. Наконец-то. Раз вы не хотите питаться сами-то. Ледяная скорбь жаждет крови. Пусть свет помилует твою душу. Твое предательство разбило утору сердце. Он был готов отдать за тебя жизнь. И вот как ты отплатил ему. Ничего страшного. Мы до утра еще вашего доберемся. Блин. Давайте. Не нужно еще вурдалаг. Короче. Все. Больше вурдалаг. Боня какие-то. Собоваскинки, конечно, по сравнению с пехотницами альянса. Не будем лукавить. Еще все раз с деревом прибежал. Кто ты? Кто ты, воин? Надейся на быструю смерть. Ой-ой-ой. Тот серьезный. Ребята. Наконец-то. Никто не смеет мне приказать. Артус. Тащи как. Никогда не тащил. Ну что еще. Наконец-то. Наконец-то. Точно, что наконец-то. Расходимся. Расходимся, пацаны. Они бьют нас, они нас обижают. Вперед, вперед, вперед. Давайте. Гули. Гули, гули, гули. Голуби, блять. Не, ну стоп, стоп. Акститесь, куда вы побежали? У нас тут вообще-то драка происходит. Будь осторожным. Блин, что Тартуса не потерял? Ну вы знаете. Значит дальше ребята будут агрессивнее. Если это был паладин уже пятого уровня. А то он мне еще, ну так в принципе относительно неплохо люлей дал. Наконец-то. Ааа, наконец-то. Ну что еще? Так-то лучше. Назад ребята. Видите что у вас? Проигрывайте немного. Никто не смеет мне приказывать. Так, пацаны тут все живые. Все красавцы. Будь осторожным. Так, хорошо. Ну то расстреляйте. Ну то неподобство, с которого защитники истины выходят. То защитники мира, то защитники истины. Они защитники. Я прям чувствую, что там нужно будет сейчас очень, очень много урдулаков. Не надейся на быструю смерть. Чтобы победить того паладина. Ледяная скорбь жаждет крови. Хотя, в принципе, вы знаете, это ж в любом случае уже завершение главы. Поэтому. Чего этот? Продолжение. Он сейчас всех забрал с деревами, без дерева и рабочих, не рабочих. И туда и пекло в жерло битвы. Сейчас мы просто как мясо, допустим. Говори. А эти найдут жаль. О! И фигасе. Ящик. Случайницей попал. А тут можно что-то есть. Ничего. Все, вперед. Наконец-то. Твой отец правил этими землями семьдесят лет. А ты уничтожил все за считанные дни. Как трогательно, Утар. Отдай мне урну. И я дарую тебе быструю смерть. В этой урне прах твоего отца, Артас. Неужели ты осмелишься вновь оскорбить его память? Я и не знал. Но это не важно. Так или иначе, я получу то, за чем пришел. А, вот и стародед. Ну, привет, дедуля. Десятый. Ну, привет, дедуля. Это тот момент, когда ученик стал сильнее своего учителя. На колени перед королевлечом. Надеюсь, для тебя уже приготовлено особое место в преисподней. Боюсь, мы этого никогда не узнаем. Видишь ли, я собираюсь жить вечно. Так-то лучше. А, наконец-то. А так, бедал бурну. Я шагал оба себе. Превосходно. Теперь ты можешь отправляться в Кельталас. Ничего ему не говори. Только ты можешь меня слышать. Не доверяй повелителям ужаса. Они служат королю Личу, тюремщиками. Я все расскажу тебе, когда вернусь в этот мир. Вот это поворот. Еще там какие-то интриги плетут. Еще разберемся. Это, ребятка, было прах к праху. 25 минут. Ну, ничего страшного. Что же делать? Следующая у нас будет интерлюдия. Советку велителю ужаса. Мы ее посмотрим. И на этом будем заканчивать видео. Всем спасибо. Смотрим. Пока-пока. Ну что, Тихондрий. Все идет как задумано. Владыка Архимон требует отчета об успехах плети. Молодой рыцарь смерти хорошо послужил нам. Даже слишком хорошо. Не удивлюсь, если у Нерзула имеются на него особые планы. Этот человек так же недолговечен, как и прочие смертные. А Нерзул не посмеет вмешиваться в наши дела. У нас сейчас одна задача. Проследить, чтобы плеть исполнила свое предназначение. Если мы не справимся с этим, Архимонд оставит нас без голов. Поверь, брат, ни король Лич, ни его прислужники не помешают возвращению легиона. Проследи за этим. Владыка Архимонд не прощает ошибок. Как-то так. Дальше у нас вечное королевство. Шесть дней спустя на границе лицов Кельдалас. Но это будет в следующей серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова